Так, ну вот вроде... Я 8 поставила. А, ну 8, ну нормально. Все, руку вот так вот, чтобы она не заклинивала, но и не тормозила. 12-летний новатор Лев Проваторин вместе с товарищами проверяет, исправны ли механизмы в их новом детище. Имя этому роботу ребята пока не придумали, а собирали несколько дней. Потом писали специальную программу, чтобы в самый ответственный момент все пошло по плану. Сегодня у робота выход в свет. Он приглашает губернатора на открытие первого детского технопарка Кванториум. И на 9, я робот, квантовод, вручаю вам приглашение. Спасибо большое. Дальше экскурсия. Тульский Кванториум расположился на базе городского центра развития научно-технического творчества детей и юношства. Это новое слово в системе дополнительного образования. Здесь будут готовить современное поколение ученых и инженеров. Квалифицированные кадры для промышленности региона по нескольким профилям. На сегодня открыты три. IT-квантум, здесь ребята будут заниматься изучением операционных систем и программного обеспечения. В робота-квантуме учиться конструировать машины и механизмы. В аэро-квантуме проектировать и собирать беспилотные летательные аппараты. Скоро начнут подготовку еще по трем направлениям. Промышленный дизайн, энерджи-квантум и нано-квантум. По сути, это будет лаборатория, где ребята смогут, например, синтезировать и предлагать свои идеи применения новых материалов. И мы хотим, чтобы дети сами разрабатывали это. Не повторяли уже что-то известное, а придумывали и разрабатывали и внедряли производство. Вот это основная задача, которую мы хотим здесь решать. А какая проходимость? Здесь будет 400 человек. Ну дети откуда попали? Со всех областей? Дети со всех областей. Ну в основном, конечно, тут добираться, конечно, удобнее. Но мы продолжим программу. Это понятно. Мы должны сделать условия для наших дальних муниципалитетов. Обязательно, Алексей Геннадьевич. Тульский кванториум стал седьмым в России. Инициатива создания таких детских технопарков принадлежит агентству стратегических инициатив. Там озадачились вопросом, почему только 4% ребят, которые занимаются в кружках, вовлечены в научно-техническое творчество. Откуда расти инженерам и конструкторам? Предложили строить центры, где ребята смогут попробовать себя в технических профессиях. Идею поддержал президент. Весной этого года стало известно, что кванториум появится и в Туле. В планах целая сеть, которая должна охватить всю область. Преподаватели из районов будут обучать на базе тульского кванториума. Если возникает проектная команда в каком-либо районе, и им нужно попользоваться оборудованием этой площадки, наша позиция, она открыта для всех. Это делается в федерации абсолютно для всех детей. Хотя, конечно, хочется идти дальше, чтобы подобное материально-техническое оснащение было у каждого ребенка в пешей доступности. Но это как раз наша работа на будущее. К открытию технопарка приурочили региональные дни науки, техники и производства для детей и юношества. В фойе специально подготовлена экспозиция, конкурсы, эксперименты, научные опыты. Просто о сложном. Студенты колледжа рассказывают своим маленьким зрителям, то, что на первый взгляд может показаться чудом, всегда можно объяснить законами физики или химии. Особенно запомнил, как вырабатывают электричество. Научился работать с паяльником. И узнал много всего интересного. Тут понравилось, если честно, все. Нам рассказали интересные химические воздействия. Очень интересно, очень много техники. Мне бы хотелось сюда поступить. Мечтайте, творите, дерзайте. Такие пожелания сегодня оставил в памятной книге воспитанником первого тульского детского технопарка «Кванториум губернатор». 12-летний новатор Лев Проваторин мечтает сделать робота полезного человеку. Мальчик уверен, придя в технопарк, он стал на шаг ближе к мечте. Екатерина Старцева, Вадим Роженков, Алексей Чучевадзе, Первый Тульский.